Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 31 по 35. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Даниила. Лече Господь, кому подоблю человеки рода сего, и кому суть подобни, подобни суть отрочащим, сидящим на тожищах и приглашающим друг друга и глаголющим. Песках вам и не плясайте, рыдах вам и не плакайте. Приидите, убо, Иоанн Креститель, ни хлеба еды, ни вина пия и глаголите, беса и мать. Прииди, Сын Человеческий, еды и пия и глаголите, сей человек ядца и вина пийца, друг мытарем и грешником. И оправдись, а премудрость отчат своих всех. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее. В сегодняшнем евангельском отрывке евангелист Лука передает слова Спасителя, произнесенные им после похвалы Иоанну Крестителю. Вспомним, что предтеча посылает своих учеников к Иисусу спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам? То есть, ты ли Христос? Господь отвечает, приводя в пример те чудеса и знамения, которыми он явил в себе пророчество о Христе. А после того, как ученики предтечи отходят, Спаситель обращается к народу со словом об Иоанне и переходит к вопросам о тех людях, которые собрались возле Него. С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Этот вопрос был задан неспроста. Дело в том, что многие люди, собравшиеся вокруг Христа, некогда были учениками или слушателями слов Иоанна Крестителя и теперь сравнивали предтечу Иисуса. Но Господь предлагает задуматься не о том, кто лучше – Иоанн или Он, а о том, с кем люди могут сравнить самих себя. Господь приводит интересный и, наверное, трудный для нашего понимания пример. «Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Эти, сидящие на площади, дети, суть те, о которых говорит Исаия, вот я и дети, которых дал мне Господь». Таким образом, эти дети сидели на площади, как говорится по-гречески «эн агора», то есть на месте, где было много продажного. Неудивительно, что вы презрели двоякий путь ко спасению, как вы одинаково осмеяли и пост, и вкушение яств. «Если вам угоден пост, то почему не был угоден Иоанн? Если же вкушение яств, то почему не был приятен Сын Человеческий?» Господь не зря сравнивает окружавших Его людей с детьми. Дети – это те, за которых всегда будет болеть сердце любящего родителя. Особенно если пристальный взор будет наблюдать, как любимые чадо ступают на путь погибели через своеволие и своенравие. Наверное, каждый ребенок проходит через период своенравия, когда он отвергает помощь родителей словами «я сам» и не соглашается следовать никакому примеру. Но, к сожалению, если внешнее проявление своенравия заканчивается, то внутреннее, беспринципное поведение не всегда. Это и показали иудеи перед лицом Спасителя. Явился Иоанн, вел аскетическую жизнь отшельника, но книжники и фарисеи заявили, что он безумный, у которого какой-то бес отнял разум. После него явился Иисус. Он жил жизнью простых людей и вникал во все их дела и заботы. А книжники и фарисеи упрекали его в том, что он чересчур привержен земным наслаждениям. Блаженный Феофилак замечает. Здесь намекается на своенравие иудеев. Им, людям своенравным, не нравились ни строгость Иоанна, ни простота Христа. Но они были подобны капризным детям, которым нелегко угодить, хоть плачь, хоть играй на свирели, все им не нравится. Им, фарисеям и книжникам, ждавшим Мессию как великого царя-завоевателя, ничем не смог угодить великий постник Иоанн, призывавший их к печали и сокрушению о своих грехах. Также не смог угодить им и Иисус Христос, который, в противоположность Иоанну, не отказался разделить трапезу с грешниками в надежде спасти их. Но здесь же Спаситель добавляет, оправдана премудрость всеми чадами ее. Архиепископ Аверкий Таушев поясняет, «Эти чада премудрости – простой иудейский народ, кающиеся мытари и грешницы, уверовавшие во Христа и принявшие Его божественное учение всем сердцем. Это они оправдали Бога и премудрость Его, то есть показали, что Господь устроил спасение людей и верно, и мудро. И именно им открылась премудрость Божия, недоступная гордым фарисеям». В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, Господь научает нас мудрости выбора. Он каждому из нас дает свободу воли, свободу выбора пути, следуя которым мы непременно придем в Царство Божие. Один будь отшельничества и аскетизма, другой – путь в мире со Христом. Но на каждом из них есть одно важное условие – послушание и смирение. И как нет большего проявления любви к родителям, чем послушание, так нет и большего проявления любви к Богу, чем исполнение Его воли. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Душа моя Господа, благослови, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok